Всем привет из Киева, меня зовут Оксана и сегодня я отвечу на вопросы тега от Анны Третьяк Вышивка как праздник Этот тег у нас будет в домашнем формате, в пледе, так как сейчас праздники, сейчас зима Хочется уюта, тепла, не хочется возиться с этим светом, камерой, выбирать место для съемки Хотя вы знаете, это место тоже ничего так, как в домике сижу, у Даринки под кроваткой Да, мамочки, если вам интересен обзор этой кроватки, я оставлю ссылку под видео, Даринка уже его сделала для вас Отвечая на первый вопрос тега, скажу, что вышивка, которая ассоциируется со мной, это моя работа Крик Которую я только недавно начала, от художника Эдварда Мунка И схема по картине, которая создана журналом Куадрес, если я правильно читаю на испанском Подробнее об этой картине я рассказывала уже в своем видео И почему она ассоциируется со мной, вы можете посмотреть это видео и все сами услышите Единственное, хочу пару слов сказать, что эта картина отражает мое одиночество внутри меня Я очень люблю одиночество, я очень люблю быть одна, в хорошем смысле слова одиночество И конечно же, эта картина, она отражает мой характер или скорее даже мое состояние В какие-то определенные моменты жизни, когда все вокруг на меня давит Да, вот как-то так Важные даты в своей жизни я не горю желанием отмечать метриками То есть я не хочу вышивать метрики, для меня это как-то немного странно что ли Потому что для меня вышивка это прежде всего способ отобразить какую-то картину Которую я не могу сама нарисовать, потому что я не художник И поэтому это должна быть просто картина, ну либо какое-то прикладное применение вышивки Но если говорить о метриках, то нет, я не приемлю вот этих, не то чтобы надписей на картине вышитой, надписи окей Для меня надпись с датами кажется абсолютно бессмысленной, если честно Я не вижу как Боризу навешать ее на стену На самом деле я немного лукавлю, у меня это был опыт вышивки метрики И я вам где-то вставлю картинку, либо видео кусочек об этой метрике Это была метрика на свадьбу, то есть на нашу с мужем свадьбу Но она была сделана уже очень даже после того, как произошло данное событие И если честно, мне не понравилось то, что я подписала эту работу собственно датой Я не знаю почему, вот вышивалась-вышивалась работа Она мне нравилась, я сама подобрала канву Я даже не заметила того факта, что у жениха и невесты волосы белые, то есть они блондины Я как-то вышивала-вышивала, а потом я подписала дату И вот когда я это сделала, картина потеряла свой смысл Это конечно феноменально, как-то странно, возможно, но это правда Она потеряла свой смысл для меня и я увидела сразу все недостатки То есть я увидела, что канва абсолютно не подходит к выбранным ниткам То есть наоборот, выбранный дизайн не подходит к данному цвету канвы Я заметила, что мои усилия с креником были как-то совершенно не оправданы Потому что смотря на эту работу, я понимаю, что его не видно Потому что платье белое и фата белая и этот блеск Он не так красиво смотрится, как на балерине от Dimensions, например И я увидела, что на самом деле все это бессмысленно было, то что я сделала И эта работа, она у меня единственная лежит неоформленная То есть она у меня лежит в папке моей со всякими либо старыми вышивками Либо какими-то уже использованными вещами И я ее до сих пор не оформила и оформлять, наверное, уже больше никогда не буду Вот после этого, конечно, я приняла решение никаких метрик не вышивать И забыть вообще это слово И, честно говоря, смотря на них в интернете, они у меня не вызывают вообще никаких эмоций Ноль Если говорить о вышивке икон, то я не верующий человек То есть я не верю в Бога И, соответственно, меня эта тема абсолютно не касается Но даже если бы я была верующим человеком, я была бы против вышивки икон Не как вышивки икон как таковой, а именно против икон вообще Потому что я считаю, это в каком-то смысле язычество Вы повесили картинку и молитесь на нее Ну, нет, я уважаю всех верующих То есть я уважаю взгляды других людей Но не понимаю этого факта То есть я не понимаю факта того, что вы стоите и молитесь иконе Ну, вот я этого не понимаю, потому что христианство, насколько я знаю, оно исключает язычество И какие-то... ну, я не буду на эту тему спорить Потому что я не специалист, у меня нет соответствующего образования И, собственно, опыт есть, но образования нет, вот, скажем так Работу, которую я с удовольствием повешу на свое рабочее место А рабочим местом я считаю именно вышивальное место Потому что, ну, по профессии я банкир, но я не работаю по своей профессии Поэтому я считаю своим рабочим местом именно вышивальный уголок И туда я повешу картину Крик от Мунга, естественно Если говорить о компьютерном рабочем месте То я бы повесила туда абсолютно любую картину Которая в данный момент меня вдохновляет То есть по настроению, вот и все Так, что там у нас дальше? Ага, очень интересная тема про совместные проекты Которую я когда-то говорила, раскрою для вас Ну, для вас, мое мнение об этих совместных проектах И таки да, вот оно и встретилось мне на пути Я не понимаю совместных проектов В проектов с точки зрения А зачем? Я, наверное, странно изъясняюсь Но это мои эмоции И, скажем, у меня нет эмоций к этим всем вещам Ну, во-первых, если взять совместные проекты С точки зрения объединения одинаковой тематики То это скучно Ну, я смотрю, я уже настолько присытилась на YouTube Совместными проектами визуально То есть воспринимается это как все одно и то же И, допустим, зимний проект Ну, уже просто в печенках сидят эти зимние картины Я говорю сейчас не с какой-то там злобой Не с какими-то претензиями Просто это лично мне надоедает Как одно и то же, одно и то же, одно и то же, да Если говорить о совместном проекте С точки зрения, что это подстегивает вышивать То нифига не подстегивает И я говорю не только за себя Если вы посмотрите на YouTube Вы увидите, что очень много девочек Забросили свои совместные проекты Я говорю сейчас и о домиках, и о морском проекте И, ну, все, которые были, да Я смотрю только те видео, которые мне интересны, собственно, работы Я не смотрю там, вот выбрала себе СП И смотрю ни в коем случае И поэтому я иногда вижу, что девочки забрасывают свои работы И никакие правила, ничего этого не действует на них Естественно, потому что у нас и так обязала полно в жизни И работа, и семья, и приготовить, и поубирать И спортом позаниматься, и накраситься каждое утро Ну, я так утрирую, но ведь очень много всяких обязательств именно И поэтому, конечно, СП никто не ставит в главе угла, как это говорится То есть никто не будет соблюдать эти правила, если этого не хочется Вот я о чем То есть, да, я записалась в этот СП, но что дальше? Дальше я буду вышивать так, как я хочу То есть я буду находить тогда время, когда мне нужно То есть, как я обычно вышиваю, да Плюс к этому еще я заметила такую фишку, что под СП подбирают специальные работы девочки Допустим, захотел кто-то повышивать, поучаствовать в СП Море, к примеру И я наблюдала такую картину, что многие специально заказывали наборчики маленькие Но они были выбраны с натяжкой Вот я заметила такую фишку Сидит девушка, рассказывает Вот я там хотела очень сильно поучаствовать Я выбирала работы на сайте, там в интернет-магазине, не важно И как-то вот, ну ничего мне так не нравилось сильно Ну вот это еще ничего Поэтому я ее заказала Блин, да зачем? Что это такое вообще? Ну не нравится вам эта работа до конца? Зачем браться за нее? Потом она превращается в долгострой В плохом смысле слова И, конечно же, поэтому я не понимаю совместных проектов вообще Первый мой дом украсила моя первая, собственно, работа Она стояла на рабочем столе Можете это наблюдать И, конечно, ничего здесь такого нет Естественно, если вы оформляете работу Даже, не важно, первую, вторую, третью, пятую, десятую Вы все равно ее куда-то применяете То есть, если она уже в рамке Она уже не может просто так валяться в столе, правильно? Ведь вы потратили на нее время, деньги и все остальное И, конечно же, она нашла свое место Хоть она и маленькая, не на стене, но на столе Я очень много вышивала и открыток, и миниатюрок в свое время Просто кучи какие-то И потом я это все дарила Некоторые оставались дома И вот вы знаете, когда-то меня очень сильно торкнуло, что ли То есть, заставила задуматься ситуация одна Когда я играла в игре сюрприз И отправляли девочки друг другу подарки И какие-то посылки с рукодельными, естественно, подарками Я вышила вот эти магнитики вместе с коровкой Это были шикарные, цветные, яркие вышивки Ну, не важно вообще, какие просто Это был подарок от души Я очень старалась Я это все красиво упаковала Я это все собрала в посылочку И отправила девочки в суммы город И мне даже спасибо за это не сказали То есть, я отправила Я получила уведомление о том, что посылка доставлена в руки И все Ни на форуме она не отписалась Ни мне лично не сказала спасибо Там, красиво, спасибо, да Ничего, ноль Вот, и либо этот подарок ей очень сильно не понравился Либо просто человек забыл Ну, не важно Или просто не захотел говорить спасибо И меня это насторожило То есть, а зачем, собственно, я буду тратить свои эмоции Зачем я буду тратить свои какие-то время свое Вышивать, стараться вкладывать душу Дарить это вышивальщице И не получать даже спасибо Это как-то не очень Меня это насторожило Дальше, конечно, пошли подарки просто так Подарки я имею в виду родственникам И вторым таким пунктом, по которому я поняла, что не буду больше этого делать Стало то, что в один прекрасный момент я понимаю, что у меня нет дома вышивок То есть, у меня есть какие-то малипусики, которые пооставались Но у меня нет картин, я все раздарила И муж говорит, а ты вообще вышиваешь? Потому что у тебя нет ни одной дома картины у нас Я хочу, чтобы у нас были твои работы Потому что это твои работы И они обязательно должны как бы украшать наш дом Наш семейный очаг Своим теплом, любовью и красотой Но нет И поэтому я решила больше никому ничего не дарить Плюс к тому были открытки еще И подруге открытка была И были открытки маме Тоже, но мама, она как мама Да, она, конечно, спасибо Ставила там где-то у себя на полочке Хоть она не очень к вышивке крестиком Но именно от меня подарок ей приятно было получить Но подруга, подруги, которыми я дарила Тоже не с восторгом к этому относились И мне кажется, эти картинки и открытки, вышивки Или что я там дарила Они где-то валяются вообще Ну я больше, чем в этом уверена Потому что человек, если к вышивке не очень То тете дарила картину своего тигра Молчаливого наблюдателя Она очень его любит Она повесила на стену И она живет в Тюменской области Мы когда по скайпу разговариваем Так приятно, я всегда вижу эту картину Ну как бы это такой положительный пример Положительный опыт Но вышивать я больше в подарок не буду Никогда Я, конечно, не зарекаюсь, естественно Но в любом случае пока этого в планах нет У меня у самой куча всего Что я хочу вышить себе лично Поэтому еще времени Очень-очень много это займет Первый пункт в вашем рукодельном виш-листе Схема и все материалы к ней Для набора одного В стиле needlework То есть вышивка стежками На моноконве Разными типами ниток От креника и DMC До перле ниточки И ручного окрашения И какие-то толстые Там разные используются И вот я написала Автор этой схемы на Facebook Но она мне, к сожалению, не ответила И на сайте недоступна к покупке эта схема Ну потому что там, собственно, как-то все непонятно сделано Вроде бы она лично должна отсылать вам эту схему А там нет никакого интернет-магазина Но я все еще мечтаю об этой схеме Я ищу ее в интернете Уже нашла пару девчонок, которые отшили эту схему И я с ними связалась Но пока как-то не знаю, как правильно сказать Чтобы они продали мне эту схему Потому что сама хозяйка уже два месяца не отвечает И на мои уже два или три сообщения Вот, поэтому Вот это моя мечта пока что на сегодня Ну что, я надеюсь, вы еще не уснули вместе со мной Потому что я уже начинаю засыпать Если честно Тут расслабилась совсем И думаю, я вообще видео снимаю или нет Так вот Если говорить о деде Дед Морозе Дед Морозе Которого и представляю себе я То это вот такой Дед Мороз И если он такой То, конечно же, вышивка, которая украшает его дом Да, не знаю Это будет вот такая вышивка Это очень-очень Как бы логично Вот так То, что я не буду вышивать Сейчас я вам расскажу Но единственная ремарочка Никогда не говори никогда Поэтому это так То, что сейчас я не буду вышивать Точно Это иконы, соответственно Это любая религиозная тематика вообще Это цветы Но у меня есть в планах даже два цветочка Но они такие больше графические Ну, не то, что графические Скажем, интерьерные Я потом вам о них расскажу когда-нибудь Не буду я вышивать дам в шляпах Вот этих, знаете, типа Риолис Или каких-то таких портретных Да, или Дименшенс Вот как дама с лентами Вот это мне не очень нравится То есть, если миробильки То это еще более фантазийно Это да А вот это такое портретное Да, не очень нравится Мультяшные картинки Типа Мультяшные я имею ввиду Такие совсем детские Что вам привезти в подарок В подарок Винни-Пух Ну, вот что-то такое Да, из мультиков какие-то То есть, если, конечно, нужно будет для ребенка Попросит ребенок Там, может быть, второй Может быть, Даринка То, возможно, вышью Но я бы не хотела это вышивать Также я бы не хотела Больше никогда вышивать Огромные работы Типа Голден Кайт Или Хаэт Тоже как бы не зарекаюсь Но, насколько я вижу По своей работе Что мне отшив Доставляет мало удовольствия В том плане Что он очень медленно двигается И что я знаю Что это займет Огромное количество времени Вот Самым настоящим Неожиданным подарком Который относится К моему рукодельному уголку Это, конечно, является Подарок от мужа Моего любимого Абсолютно неожиданный Я даже и подумать не могла Что это может случиться Это был нитковдеватель от Пака И подробнее об этом Я рассказывала в видео Обзоре нитковдевателя Внизу под видео Смотрите Ну и, собственно, как же Не опьянять от счастья От такого подарка Как неожиданный сюрприз От любимого человека Ну и, конечно, таким приобретением Который ввел меня в полный восторг Это была лампа О которой тоже я делала обзор Огромная лампа Которую я приобретала Специально для вышивания Я очень горжусь своей работой Мэри Иксмасс Потому что Во-первых, это был мой первый опыт Вышивки на льне ручного окрашения И там ничего сложного нет В этой работе Но я горжусь тем, что Во-первых, лен заказала Я ждала очень долго Я ждала, пока его покрасят Во-вторых, я выбрала сюжет Очень смелый довольно-таки В-третьих, я оформила ее без стекла Что для меня редкость Я выдержала эту картину в общем стиле готическом То есть я оформление подобрала соответствующее Второй работой, которой я горжусь В принципе, это работа Королева Рождественская Потому что она была очень сложной Она была сложной для меня Потому что это была первая работа на льне Это была работа большая на льне То есть я горжусь тем, что я взялась За большую работу сразу на льне Я справилась с этой работой Там был и кренник, там был и бисер Да, пришивать нужно было Плюс в те времена заказы через интернет Были довольно-таки редки А вы представьте, я заказывала Даже с Великобритании То есть с сайта So on So Все материалы Мне нужно было именно оригинальные Те, которые указаны в ключе И поэтому я этим, конечно же, горжусь Тем, что я решилась заказать Впервые в жизни в интернет-магазине Еще и за границей Дождалась этого всего Вышла Это было волшебное время, честно Да, есть такое приобретение О котором я долго мечтала Но была не удовлетворена им Это Q-Snaps Я действительно ими Не довольна Катастрофически Долго мечтала Я их заказывала из-за границы Но в итоге Они абсолютно мне не держали конву И новые И через время Они не держали натяжение Конва просто проваливалась Я об этом как-то уже рассказывала Я разочарована Это факт И фирма была нормальная Такая, которую даже сейчас Показывают девочки в своих видео И довольны этой фирмой То есть есть разные мнения Мне советовали Скрутить ниткой И прокипятить эти зажимы Но извините Я заплатила за это деньги За товар, который должен выполнять свою функцию Если он не выполняет свою функцию То это товар, который сделан не на совесть То есть он не выполняет И все И я, получается, потратила деньги зря Я не должна еще что-то доделывать Ну, по сути, да Я не должна Производитель не пишет о том Что я должна что-то там доделывать за него Чтобы продукт правильно заработал Ведь так? Поэтому я не стала ничего этого делать Клипсы я использую для других работ Зажимаю на раме И, в принципе, да Рамка валяется так Может быть, выброшу Может быть, что-то с ней придумаю Я еще не знаю Но я разочарована Я вот сейчас как-то не могу вспомнить Окончание какой работы вызвало у меня бурю эмоций А, нет Смотрю, сейчас висит возле кроватки Работа, которую я делала буквально через одно видео Обзор Это РТО «Зимний пейзаж» Бурю эмоций я испытала, да Как сейчас помню Потому что я ее закончила в срок Я тогда 4 дня вышивала как бешеная У меня болела спина У меня все болело Но я ее таки закончила в срок И я ее успела оформить Причем оформление было просто волшебным Как сам процесс, так и то, что мы получили В итоге, как сейчас помню Ехали в маршрутке с мужем Разглядывали эту картину Это было Ну, я даже не знаю Какие я испытывала эмоции тогда Это была действительно буря эмоций, да Думаю, на этом я уже закончу Потому что вопросов больше нет У меня нет выбора Я должна закончить Так что всем огромное спасибо за внимание Спасибо за то, что посидели со мной Под кроватью в домике И послушали этот тег Всем пока, до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok